Здарова всем ребятки, Кент пока на проводе и прямо сегодня я вам покажу удаленную версию Стендоффа. Да-да-да, вам не послышалось. Поэтому присаживайся поудобнее и обязательно ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну а мы начинаем. MyStandoff.ru Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru И первый вопрос, который у вас возникает, почему же эта версия удалена, Кентуха, что с ней не так? Да потому что раньше в этой версии был голосовой чат и вы не поверите, но его удалили. Почему же его удалили и как он был реализован, прямо сейчас вы все это увидите. И первое на что хотелось бы обратить внимание, посмотрите на это загрузочное меню. Ну оно же страшное, просто АКР Трэшер Хантер, надпись Origin и все, и больше ничего нету. Ребята, это не норма. Очень хорошо, что сейчас загрузочное меню гораздо красивее. Также попрошу вас обратить внимание на старый интерфейс. Честно говоря, он реально очень красивый. Даже сейчас, в 2020 году, он реально был очень-очень классным. И я был бы лично не против с ним поиграть. Кто со мной согласен, хэштег, я согласен. Конечно, новый интерфейс тоже очень красивый, очень классный, но мне больше к душе почему-то старый. И я бы с радостью на нем поиграл. Ну а теперь давайте смотреть на самое главное. Почему же эта версия удалена? Да потому что в этой версии был голосовой чат. Вы просто посмотрите на все это, просто посмотрите. То есть есть громкость голосового чата. Если он вам не нравится, просто отключайте галочку и голосового чата нету. Но лично, как по мне, это было бы очень классно. Это была бы куча разного контента, можно было бы патрулировать школьников и так далее. Поэтому я, ребята, руками и ногами за голосовой чат. Ну что же, давайте смотреть на все по порядку. Во-первых, хочу сакцентировать ваше внимание то, что моя жирная задница закрывает голосовой чат. Если мы ее вот так подвинем, вот так, вот так, вот так, то вы видите вот тут, вот тут, видите, вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. Есть кнопочка голосового чата. Вы на нее нажимаете и говорите то, что вы считаете про тиммейтов. По типу, ах вы, ну бы и гали, моя мышка не довела и так далее. Также я попрошу ваше внимание обратить на графику. Просто посмотрите на вот это все, просто рука-лицо. Ребята, как же все это выглядело страшно. Просто обратите внимание, насколько же графика стала лучше. И это не из-за того, что видео очень старое, а это из-за того, что раньше графика была просто ужасная. Также, что немаловажно, ребятки, обратите внимание, на первом месте мормок, во второй команде донжик. И посмотрите на самое интересное. Опыт и серебро получали только те, кто заняли первое или второе место. То есть, если ты отыграл на третье место в гонке вооружений или в командном бою, то тебя просто слали вон и ты ничего не получал и получал круглый ноль. Вот это реально было обидно. То есть, ты там сделал 15 кило, но отыграл на третье место и ничего не получил. Также хотел бы выразить отдельную благодарность разработчикам, потому что раньше была карта Short Dust 2. Это полностью плагиат из CS 1.6. Они молодцы, они удалили эту карту и начали создавать полностью свои карты. Вот за это им огромнейший респект, потому что это реально очень круто и многого стоило. Вот вы, наверное, прямо сейчас немножко проорете, но посмотрите, как раньше играли игроки. То есть, вот так вот играли абсолютно все игроки. И это было вполне нормально. Это было два года назад, посмотрите. То есть, ты подбегаешь к противнику и спустя 10 секунд только кто-то кого-то киляет. 10 секунд, ребят, прошло 10 секунд. Просто представьте себе, насколько же раньше играли плохо игроки. Поэтому вполне вероятно, что через пару лет стендов по киберспорту перейдет на какой-то мировой уровень. Потому что вы посмотрите, как стремительно развивается скил игроков. Ну а сейчас самое интересное, это открытие кейсов. Ребят, вы просто посмотрите, насколько же все раньше лагало. Посмотрите, какой раньше был дизайн. И честно говоря, я вам скажу так, что дизайн кейсов, конечно же, желал лучшего. Потому что они выглядели просто нереально стрёмно. Также раньше не было статрека. То есть, статреки добавились со временем. И это, ребята, капец, как обидно. Вот представьте, потратили вы 5000 рублей. Выпал вам Акер Трэшер Хантер, но он мог быть статреком. Но, увы и ах. Также не было никаких керамбитов голд. И если у тебя был скин М9 Байонет, ты был просто самым крутым парнем на селе. То есть, не было вообще керамбитов. И даже раньше М9 Байонет назывался просто Найв. Просто Нож. Потому что у него не было названия. Представьте себе, ребята, насколько же все это было круто. Это сейчас, да, я керамбитов голд показываю. И то иногда просят сделать скрин оранж. Если у тебя М9 Байонет, все такие. Вау, М9 Байонет, дай скрин пжей. Ну, а прямо сейчас я попрошу вас обратить внимание на еще более раннюю версию стендов. Посмотрите, как там играли игроки. Просто посмотрите на все это. Посмотрите. Вон чувак просто берет и припригивает через карту. Представьте себе. Ну, мне реально в это тяжело поверить. Посмотрите на анимацию киллов игроков. Посмотрите на урон. Посмотрите на все это. Да просто как же это было страшно. Кстати, да, видите руки? Сейчас они стали меньше. То есть раньше руки были больше. Даже раньше было непонятно, попадаешь ты под чуваку или нет. Потому что хитмейкером никак оно не обозначалось. Посмотрите. Стреляешь только под чуваку. Он даже не понимает, откуда по нему стреляют. То есть ты попал под чуваку со спины. А он даже не понимает, что происходит. Ну, а теперь самое интересное. Почему же это все-таки удаленная версия? Да потому что я когда-то спросил у разработчика. Мол, а почему вы убрали голосовой чат? На что мне ответ был таков. Потому что были проблемы с производительностью. То есть из-за того, что у кого-то игра вылетала. У кого-то были лайки. У кого-то были еще какие-то проблемы. И из-за этого убрали голосовой чат. И забили на него. И отложили в какую-то полочку. Но давайте всеми моими подписчиками просто напишем хэштег в комментарии голосовой чат. Вдруг разработчики посмотрят это видео и добавят голосовой чат обратно. Я вас очень сильно прошу. Нам очень сильно нужен голосовой чат. Поэтому, ребята, хэштег голосовой чат в комментарии. Ну, а в принципе на этом все. Обязательно поставьте лайки. Подпишитесь на мой канал. И напишите любой хороший комментарий. Ну, а с вами был ваш Кентопк. Всем удачи и всем пока.